В Следственном комитете Республики состоялось заседание Общественного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Одной из тем обсуждения стали итоги летней оздоровительной кампании. На территории нашего региона работали 495 учреждений, предназначенных для отдыха детей. Всего 20 загородных, остальные были организованы при школах. Отдохнуть удалось более 33 тысячам девчонок и мальчишек. 649 из них – сироты, 217 – инвалиды. На организацию летнего отдыха затратили 271 миллион рублей. 69 из них поступили из федерального бюджета. 178 миллионов – из республиканской казны, остальные деньги – из бюджетов муниципальных. Внесли свой вклад профсоюзные организации и, конечно же, родители. Один из плюсов кампании – на отдыхе никто из детей не пострадал и не было зафиксировано вспышек заболеваемости. А теперь о минусах. Их выявили надзорные органы, тщательно следившие не только за безопасностью детей, но и за тем, что они едят. Поставку питания осуществляли 54 организации. Было проведено 47 проверок и, увы, выявлено 44 нарушения. В ходе подготовки и в течение оздоровительной кампании было составлено на ответственных лиц 326 протокола об административных правонарушениях. Все протоколы рассмотрены. Вынесено 262 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 525 тысяч рублей. Число дел о привлечении к административной ответственности, направленных на рассмотрение в суды – 64. Из них по 62 принято решение о назначении административного наказания, в том числе в виде административного штрафа – 37. Продолжение следует... Продолжение следует...